друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет с торговыми идеями оставляйте ваши вопросы в комментариях если есть и конечно же не забывайте ставить лайки снова напоминаю что в описании к этому ролику всегда можно найти ссылку на наш официальный телеграм-канал в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического материала вам в помощь для того чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках и имели больше оснований для принятия конкретных торговых решений ну что ж сегодня начинается двухдневное заседание американского регулятора итоги его будут подведены завтра поэтому мы ждем эту волатильность которая точно последует которая раскачать движение всех финансовых активов я в очередной раз призываю вас друзья быть предельно осторожными контролировать риски потому что движение на рынке могут быть значительными мы следим за несколькими финансовыми активами как ранее рекомендовал сейчас не нужно распыляться на большое количество торговых инструментов потому что динамика многих из них будет идентичны ведь мы ориентируемся на один фундаментальный фон в виде знакового фундаментального события заседания американского регулятора поэтому предлагаю сейчас смотреть на индекс доллара на золото на пару евро доллар и еще рынок нефти так вот индекс американской валюты 106 26 в моменте роста на мой взгляд будет основным сценарием в ближайшие недели и месяцы и как я ранее отмечал я не сильно расстроюсь друзья если после заседания американского регулятора индекс доллара не получит долл на должного развития именно восходящей динамики потому что почти уверен что по ходу этого года до конца сном года еще будет несколько заседаний американского регулятора и на одном из этих заседаний ставка фрс все-таки может быть поднята на 100 байс на фондов ну ладно не будем забегать настолько вперед потому что все может случиться уже и завтра по поводу статистики напомню что в пятницу вышел очень слабый релиз по активности в сфере услуг и май сша который если анализировать статистику и конкретно значение индекс просил ниже 50 то есть ушел в зону стагфляции соответственно точнее стагнации и очередной спад который был зафиксирован в важнейший вот если американской экономики в купе с слабостью на рынке труда в виде первичных заявок на пособия по безработице и простоем на рынке недвижимости исходя из значительного сокращения объемов продаж готовых домов это тот фундамент на котором мы выстроили идею и осознали риски скажем так рецессии которые приближаются американская экономика и по мнению многих рецессия уже наступила я тоже в числе тех кто считает что уже во втором квартале это произошло поэтому мне довольно странно видеть еще прогнозы например джипи моргана который эксперты джипи моргана аналитики оценивать 75 процентную вероятность того что рецессия в американской экономики наступит в перспективе 18 месяцев такое ощущение что они вовсе отрешены от реальности макроэкономической и не видят те очевидные цифры которые содержатся в каждом экономическом календаре мы на этой неделе ждем не только заседание федерализирует но еще и данные по ввп сша которые выйдут в четверг и согласно прогнозам я смело могу утверждать то что мы получим цифры которые могут подтвердить факт наступления рецессии в американской экономике вот уже сейчас они через какие-то там года полтора поэтому возвращаясь к идее привлекательности доллара я снова делаю акцент на то что доллар не может снижаться либо испытывать какой-то серьезный фундаментальный прессинг в условиях экономической неопределенности рецессия это как раз то что и повышает самую экономическую неопределенности то есть на этой неделе у нас два важных катализатора для роста доллара и какой-то из них точно должен стать тем самым чтобы индекс доллара на снова обрел почву ногами и развил восходящий тренд со потенциала закопления выше ста семи с половиной пунктов а если вернуться к ожиданиям по процентной ставки то сейчас консенсус прогноз предполагает что ставка фрс может быть повышена на 75 байсиных пунктов причем я отчасти согласен с тем что он такой сценарий является более чем уместным но как бы самый рьяный покупатель во мне скажем так доллара полагает что ставку могут повысить и на 100 байсиных пунктов потому что риски рецессия которых я уже сказал и угроза она стала прям настолько очевидны что дальше уже некуда соответственно американский регулятор он борется с высокой инфляцией пытается остановить все уже не один месяц подряд потому что высокая инфляция это первоочередная задача и проблема американской экономики сейчас еще пытается решить именно проблему так называемой инфляционной спирали в которой уже оказалась американская экономика и такой такая повестка она подразумевает более решительных мер со стороны федрезерва и на эти решительные меры собственно рассчитываю не только я друзья джанет хеллин также подтвердила что рецессия она уже наступила в американской экономике если развить эту тему то вспоминая слабые релизы по активности в производственном секторе сфере услуг еврозоны можем сказать что еврозона тоже оказалась в этом затяжном экономическом спаде да и в принципе это происходит практически во всех странах мира поэтому финансово-экономический кризис он по сути как риск который ранее нависал надо мировой экономикой он уже начинает реализовываться через провальные релизы и блоки статистики по отдельным странам и все это говорит о растущей вероятности общей мировой экономической рецессии возвращаясь к доллару друзья давайте следить за тем что с этим инструментом произойдет дальше но если полагаться на экономическую теорию если полагаться на то что доллар должен пользоваться спросом условиях экономического спада как защитный инструмент и доллар может расти тогда когда фрс активно повышает процентные ставки то соответственно длинная позиция остается приоритете помимо индекса американской валюты мы еще следим за парой доллар иена без изменений сценарий рост до 140 иен за доллар сейчас котировки 136 50 европейская валюта против доллара 1 0 2 25 волатильность пока что сдержанной на финансовых рынках потому что трейдер не торопится открывать новых позиций в преддверии оглашение итогов заседания фрс это тоже нормальное поведение но опять же это затишье перед буря поэтому снова повторяем не забывать друзья что волатильность может вырасти в любой момент по евро я смотрю по-прежнему вниз и сохраняю на в качестве ориентира сценарий теста при детного значения по индексом производственной активности сферы услуг повторяться не буду кому интересно посмотреть экономический календарь прошлой пятницы кто упустил эту статистику даже важно посмотреть потому что вы видите насколько плохо сейчас обстоят дела на в еврозоне индекс бизнес оптимизма а и фо который вышел следом за 100 данными по промышленному производству разумеется тоже ниже плинтуса 88 6 со 92 и 3 другой статистике не могло быть до этого у нас были также провальные отчеты по бизнес оптимизму назию и еще одна новости знаковая для определения перспектив евро это продолжение темы отношений с россией газпром приняли решение остановить еще одну турбину соответственно сейчас пропускная способность северного потока составляет не более 20 процентов и в еврозону транслируется меньше 30 миллионов кубических метров газа в сутки это ничтожный объем напомню что даже тогда когда речь шла о транзите 50 миллионов были вопросы к тому сможет ли германия обеспечить себя необходимым количеством газа перед началом осенне-зимнего сезона но разумеется при поставках 30 миллионов это абсолютно нереально поэтому газ растет принципе уже скоро на вид максимумы за много лет следом начинает восстанавливаться и рынок более традиционных что ли углеводородов нефти прежде всего бренд и WTI бренд сейчас котировки 101 45 тоже как и ожидали поддержка 100 долларов за баррель выстояла и теперь идет развитие восходящей динамики я думаю что в таком сценарии будут развиваться события и дальше и золото снижается 1721 доллар за тройскую унцию ждем теста поддержки 1700 долларов за унцию и опять же снижение золота основная идея связана с укреплением позиций в ближайшие дни американского доллара и последующий за потенциально последующий за решением по росту ставки рост доходности американских трежерис поэтому 1700 может стать ближайшей остановкой а цель которая была обозначена еще неделю назад это 1670 остается актуальной на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока